35 лет мечты и вдохновения. В музейно-выставочном центре открылась сегодня юбилейная выставка художественно-графического отделения, которая была открыта в 1988 году по инициативе директора колледжа Александра Лысикова. И стала кузницей художественно-педагогических кадров не только для всего Южного Подмосковья, но и для всей страны. На экспозиции представлены порядка 150 дипломных студенческих работ разных лет. В круглом зале музейно-выставочного центра представлены плоды 35-летнего существования художественно-графического отделения Губернского колледжа. Всё это время он развивался сам и готовил достойных учителей изобразительного искусства и черчения. Огромный вклад в развитие отделения несли педагоги-художники Александр Курочкин, Алексей Простяков, Тамерлан Кадоев, Юрий Кучинов. Это люди действительно вкладились в нашу историю Губернского колледжа. В колледже работают семь педагогических династий. Две из них на художественно-графическом отделении. Елена и Александр Зудилины стояли у истоков его создания. Другая – супруги Игорь и Елена Ипатовой, которые в сентябре стали победителями областного конкурса педагогических династий. Они пришли преподавать в колледж чуть позже, в 1990 году, в непростое для страны время. Тогда многие педагоги уходили из учебных заведений, оставляли преподавательскую деятельность. Ну, мне как-то было жалко образование и думала, если мы уйдем, а кто же будет Россию поднимать? Это не банально, это вот сирена была вот так вот. Все уезжают, бросают, думаю, кто будет вообще воспитывать людей, что у нас останется тогда. Поэтому мы решили вот поднимать наших детей. Современные студенты, они, конечно, немножко другие студенты, но очень талантливые дети. Мы их очень любим, надеемся, что они нас любят. У нас очень много выпускников, и Россия же славится своими учениками. Гордость художественно-графического отделения и педагоги. Здесь всегда работали и работают люди, беззаветно преданные искусству и образованию. Они в каждом студенте находили талант, мечты и вдохновение и помогали развивать и приумножать их. Такие прекрасные педагоги у нас были. Вот Царствие Небесное Нателла Алексеевна, которая преподавала у нас историю искусств. Это просто бесподобный был педагог, человек. Она нас просто научила быть художниками, научила жить как художники, не просто как обычные люди. Им большое благодарность за это. Все эти знания, которые мы получили на художественно-графическом отделении, они мне в жизни очень помогли. И я работала педагогом дополнительного образования, преподавала у детей рисование, у маленьких детей, у детей школьного возраста. И сейчас я педагог международной школы рисования, и сейчас мы обучаем именно взрослым. Рисовать никогда не поздно, начинать никогда не поздно. На выставке представлены дипломные работы студентов разных лет выпуска. Это всего лишь сотая часть всего методического фонда художественно-графического отделения, который за все эти годы собрал более 5000 наименований, картины, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства. С таким запасом можно смело открывать свой музей. Я сегодня сказал такую идею, и студенты это поддержали, что продолжить очень хорошую идею, которая у нас картина и галерея под открытым небом на улице Советской. Но самое главное, что студенты, у них сразу улыбки и реакции, я их понял, что они одобряют, что их творчество не только в стенах колледжа будет представлено, а будет за пределом колледжа. Продолжение этой идеи картины и галереи под открытым небом – создать такую картину и галерею по улице Фирсова от нашего общежития с учетом территории седьмой школы и парка «Питомник». Художественно-графическое отделение Губернского колледжа основано в 1988 году по инициативе директора Александра Лысикова. За 35 выпусков тысячи молодых специалистов влились в систему образования и культуры нашего города. Если составить, мне кажется, карту выпускников отделения, то она паутиной опутает очень-очень большую территорию. Более того, каждый выпускник – это изюминка, это человек творческий, человек активный. Выставка «35 лет мечты и вдохновения» – своеобразная ретроспектива творческих поисков, неожиданных сюжетов и тем. В них отражены интересы и пристрастия выпускников, их любовь к определенному жанру, техники исполнения, но главное – они наполнены атмосферой сотрудничества и сотворчества педагогов и их учеников.